Анапские пожарные провели профилактический осмотр дворовых территорий многоэтажек, проверили доступность проезда для пожарных машин. Местные жители устанавливают шлагбаумы и ограничители на въезде во дворы, чтобы водители не объезжали пробки среди многоэтажек, тем самым превращая пешеходные зоны и зоны отдыха в проезжую часть. Может быть, это и выход, но устанавливая такие преграды, лишают себя безопасности. В случае пожара бригада пожарных спасателей не смогут въехать во двор на спецтехнике, а каждая секунда промедления может стоить чьей-то жизни. В ходе проверки наружного противопожарного водоснабжения пожарные 11 отряда выявили несколько самовольно установленных барьеров. Вот так и приходится искать дорогу пожарному расчету на пути к спасению людей. Уже неоднократно мы были на этом месте, это уже на протяжении многих лет каждый раз мы пишем письма. Постоянно оно здесь. Бывает временно уберут, но тут же буквально ставят. Пишем письма в администрацию, они уже принимают решения, ЖКХ направляют и должны убирать. Ну, пока эта схема очень слабо работает, потому что вот на данный момент мы 10 мест проехали по городу, 100 процентов 10 мест таких прикрыто существует. По правилам пожарной безопасности проезды должны быть сквозные. Пожарные должны своевременно прибыть к месту пожара для того, чтобы оказать людям помощь, спасти их жизни, спасти их имущество. Поэтому хотелось бы обратиться ко всем жильцам нашего города, которые вот таким образом пытаются себе устроить спокойную, тихую жизнь, но не думают о том, что в случае возникновения пожара к ним могут опоздать. Так же, как и в случае оказания скорой медицинской помощи. Уповаем на сознательность наших анапчан и просим убирать такие заграждения, которые мешают быстрому приезду специальных машин наших, спецмашин. В 12 микрорайоне дома номер 35 проезд невозможен. Рядом два детских сада. В кодекс об административных правонарушениях внесены существенные изменения относительно административной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности. За преграды, установленные на проездах здания, предусмотрен штраф 2000 рублей, до 10 тысяч на должностных лиц и 150 тысяч рублей для юридических лиц. За игнорирование предписаний и отказ устранить нарушения штраф увеличивается в 10 раз.